Здравствуйте! На Абаза ТВ специальный выпуск «Время новостей». Дата выборов будет назначена не позднее понедельника. Такое заявление сделал председатель Центр-избиркома Томас Гоги. Делегация депутатов парламента во главе с председателем партии Амцахара Алхасом Квециния лично доставила резолютивную часть консенсационного определения Верховного суда в ЦИК и провела переговоры с Томасом Гоги за закрытыми дверьми. Спустя 20 минут делегация от оппозиции покинула Центр-избирком, получив заверение председателя, что дата выборов будет определена не позднее понедельника, 13 января. Репортаж Надежды Боровиковой. Депутаты парламента Омар Джинджолия, Юрий Хагуш, Астамур Аршба, Инна Алтарба, Илаша Ашуба, а также председатель партии Амцахара Алхас Квециния лично принесли в Центр-избирком резолютивную часть консенсационного определения, вынесенного накануне Верховным судом Абхазии. Эту официальную бумагу по протоколу доставляет курьер Верховного суда и председатель ЦИК Томас Гоги удивился, почему бывший кандидат в президенты и депутаты парламента решили доставить ее лично. Я надеюсь, что не потому, что личный противник, а почему именно лично мне, а не по протоколу. Общаться, пожалуйста, зарегистрируйте бумагу, дайте, пожалуйста. Уже в кабинете Томаса Гоги и журналисты повторили вопрос о том, почему представители оппозиции решили лично принести документ в ЦИК. На этот вопрос ответил сам Алхас Квециния. Мы не были лично принести этот вопрос в ЦИК, потому что мы видим, что со стороны власти есть какие-то затягивания, переговоры, перетягивания. Чтобы никаких недоразумений между нами и властью не было, мы самым отлично принесли этот документ, чтобы ускорить этот процесс и вопрос, который на ситуации. Спустя 20 минут переговоров за закрытой дверью делегация от оппозиции покинула ЦИК, дав короткий комментарий по достигнутым договоренностям. С председателем ЦИКа мы побеседовали, и он грустно, он заверил нас в том, что оглашение даты новых выборов будет не позднее понедельника 11.00 утра. Председатель ЦИК Томас Гоги ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что несмотря на то, что позиция ЦИК по итогам выборов остается неизменной, решение суда будет выполнено. Нам дается по закону 5 дней, но мы даже и 5 дней тянуть не будем. Вы знаете, сейчас после праздничных дней буквально вот только мы бумагу получили суда. Мы ее не изучили, не рассмотрели, не прочли, не объявили всем, не дали ознакомиться. Так это не делается. Просто элементарно надо провести ту процедуру. Нам закон предусматривает 5 дней, но нам 5 тоже не надо. Физически сегодня на территории Абхазии не хватает членов ЦИК для полного куорума. Они не находятся на территории Абхазии, находятся за пределами. Я бы не хотел, чтобы каким-то образом кто-то пытался воздействовать на ЦИК, потому что это может повлечь вообще распуск. И если повлечет, то время вообще может затянуться. И это нежелательный процесс вообще для страны в целом. Томас Гогия также подчеркнул, что ЦИК не намерен затягивать вопрос с назначением даты выборов и обратился к депутатам с просьбой привести в соответствие выборное законодательство республики во избежание подобных эксцессов в будущем. Я, наверное, в пользу сегодняшним случаем обращаюсь к тем же парламентарям, чтобы они в обязательном порядке просмотрели в срочном порядке наше законодательство выборное, которое не только по статье 17, 16 и 19 имеет такие разногласия, но даже по этой статье по повторным выборам там есть огромное количество непониманий. По этой статье, номер статьи не буду говорить, там написано. Значит, в течение пяти дней после принятия решения, но с момента окончания основных выборов в течение двух месяцев. А у нас основные выборы закончились четыре месяца назад, а нам два месяца дается со дня окончания основных выборов по этой статье. Почему? Потому что административный кодекс был принят позже, и вот эти нововведения по рассмотрению такого затянутого процесса, значит, трехкратного процесса рассмотрения жалоб, он не сочетается теперь с нашим законом о выборах президента. То есть жалоба должна была по старым понятиям, по моему представлению, так, как гласит статья, должна была рассмотрена быть незамедлительной. Жалоба истца по старому законодательству должна была быть рассмотрена незамедлительно, поэтому основные выборы, с момента основных выборов у нас заложено, дают не позднее двух месяцев, с момента окончания основных выборов. Должны провестись повторные выборы, так записано. В течение двух дней члены избиркома должны ознакомиться с решением суда, провести консультации, разобраться с законодательством и назначить дату новых выборов не позднее понедельника, 13 января. Надежда Боровикова, Сосракуа Гуха, Абаза ТВ. Считаем, что Центральная избирательная комиссия обязана незамедлительно назначить дату выборов президента Республики Абхазия. Любое затягивание решения вопроса может привести к непредсказуемым последствиям. Из решения суда следует, что и вся исполнительная власть, назначенная Раулем Хаджимба, является нелегитимной. Об этом говорится в заявлении политических партий и общественных организаций Айтера, Народный фронт Абхазии, Единая Абхазия, Амцахара, Абсадгил, Ахипшимра, Женщины в политике, Наш Дом, Абхазия, Абзанхара, Голос народа, Фонд Апра. В целях недопущения еще большей эскалации обстановки в стране политические партии и общественные организации республики требуют от депутатов Народного собрания, парламента, руководствуясь решением суда принять экстренные и исчерпывающие меры по восполнению правового вакуума власти. Между тем, Полицовет Народной партии Абхазии в своем заявлении от 11 января выражает надежду на то, что, цитирую, «более высокая инстанция, каковой является президиум Верховного суда, в которую в столь ответственный и судьбоносный для страны момент действующий президент просто обязан обратиться с протестом на это решение, спасет положение и находящуюся на пороге краха честь абхазской юстиции». Днем 11 января в парламенте Абхазии состоялась беседа депутата парламента Аслана Бжания с премьер-министром Валерием Бганба. Встреча прошла на ноте взаимного понимания, обозначен ряд вопросов, решение которых приведет к стабилизации обстановки, заявил Аслан Бжания после встречи. С премьер-министром встреча прошла на ноте взаимного понимания. Мы обозначили ряд вопросов, решение которых приведет к стабилизации обстановки. Как мне показалось, господин Бганба настроен позитивно. Прокомментировал встречу Аслана Бжания с премьер-министром Валерием Бганба, на которой он присутствовал в интервью медиаклуба «Апсны Яхья» экс-вице-президент, председатель фонда имени Багапш Михаил Логуа. Михаил Валерьевич, сегодня состоялась встреча Аслана Бжания с Валерием Бганба, премьер-министром. Вы присутствовали на этой встрече. Да. Скажите, пожалуйста, о чем шла речь на этой встрече? Встреча состоялась по инициативе Валерия Шуховича. Он обеспокоен уже второй день тем, что он не может работать в кабинете премьер-министра. Вот. Ну, на встрече ему было разъяснено, да, что мы сами озабочены тем, что до сих пор все учреждения, которые расположены в этом здании, не могут нормально функционировать. Но пояснили, что этого не может быть до тех пор, и ключ от решения этого вопроса находится в руках у Рауля Джунковича Хаджинга. Попросили его это мнение наше, попросили Валерия Шуховича наше мнение, довести до Рауля Джунковича. Суд принял решение. ЦИК должен обозначить дату повторных выборов. Единственным камнем преткновения сегодня для того, чтобы ситуацию стабилизировать, для того, чтобы люди наконец разошлись по домам, занялись своими делами, для того, чтобы начали готовиться к новым выборам, чтобы народ избрал достойного президента, является гарантия того, что Рауль Джункович забыл вообще о том, выбросил из головы мысль о том, что он сюда вообще вернется. Вот это мы довели, попросили Валерия Рамшуховича немного другими словами довести до Рауля Джунковича. Кроме того, вы видите, да, мы уже своими силами пытаемся, это у всех вызывает сожаление, да, что где-то окна сломаны, где-то еще что-то, это у всех у нас вызывает сожаление. Своими силами пытаемся провести уборку, ставить окна, и если Валерий Рамшухович готов к этой работе присоединиться, да, мы, конечно, ему препятствий в этом не будем. Кроме того, сохранность документов и вот такие чисто технические вопросы. Больше ничего на данной встрече не обсуждалось. О встрече с лидером оппозиции, режиме работы правительства, трудностях, доступа к зданию аппарата кабинета министров и дальнейших действиях властей в связи с беспорядками внутри правительственных зданий, рассказал премьер-министр Валерий Бганба. Встреча с журналистами проходила в кабинете министра экономики. Прежде всего, я хочу сказать, что после решения Верховного суда, вчерашнего решения, в системе власти в Абхазии ничего не изменилось. В соответствии с той пять закона о президенте Республики Абхазия, действующий президент исполняет обязанности президента, главы государства, до инаугурации вновь избранного президента. И остается главой исполнительной власти. Поэтому и в работе правительства практически ничего не меняется. Меняется только год с 2019 на 2020, меняется бюджет. Остальное все также в том же режиме. Работаем, есть глава государства, есть правительство. Поэтому таких-то изменений, еще раз говорю, в системе власти не произошло. Бюджет вступил в силу сегодня, в 2011. Сегодня вступил в силу бюджет. Уже мы сегодня провели небольшое совещание в казначействе. Мы определились, как будем работать. Немножко сложности у нас. Вы понимаете, что не работает аппарат правительства, где движение бумаг. Нам надо утверждать и сметы расходов. В некоторых мы еще не успели ведомству утвердить сметы расходов. В некоторых штаты не утвердили. Поэтому, конечно, плавно, если переходить к моменту встречи моей сегодняшней, встреча была направлена на то, чтобы обеспечить работу правительства, аппарата правительства. Не правительство, правительство у нас работает. Аппарата комитета министров, через который проходит весь поток бумаг. Ну, понятно, что в любой встрече, когда встречаются, наверное, затрагиваются и вопросы нынешней ситуации. То, что говорил Аслан Георгиевич, что позитивная встреча, это уже согласен. Встреча – это уже позитив. Потому что мы пообменялись мнениями, поговорили о сегодняшней ситуации. Я попросил сделать все возможное, чтобы работал аппарат правительства. Ну, коснулись и темы, понятно. Решение суда и так далее. У них свое мнение, у меня свое мнение. Своё мнение я вам выразил. Это пятая статья Конституции. Пятая статья закона о Кабинете министров. Это правовое поле. По этому правовому полю мы, естественно, должны идти. Решение суда, вы знаете, вступает в силу с момента принятия. Наверное, ЦИК будет решение свое принимать. Это не наша сфера деятельности. А то, что касается нашей сферы деятельности, вы видели, вот только что и говорил Адгур Амиралович, переток. У нас много очень хозяйственных вопросов, которые не ждут каких-то пауз. Нельзя делать здесь, и мы обязаны работать. Вот сегодня вопросы были финансирования. Мы не можем открыть финансирование некоторым ведомствам, из-за того, что мы еще не утвердили их штатное расписание. Вы знаете, что мы шли на сокращение штатных единиц. Ряд ведомств еще не утвержден. Руководитель комитета по молодежи и спорту. То есть вот эти все рабочие моменты мы должны определиться быстрее и начать работу Новый год. Я бы хотел сказать, что мы вчера говорили, Адгур Амиралович, на нашем совещании, с 2009 года мы впервые в прошлом году выполнили государственный план. С 2009 года. На 102 процента. Это не может не радовать. Правильно? Это какие-то успехи в экономике. Без этого бюджет невозможно выполнить. Вот 10 лет мы не выполняли бюджет. И в этом году, если мы будем делать паузу в нашей работе, это будет отражаться, естественно, не на выполнении бюджета, а выполнение доходной части бюджета влечет за собой невыполнение. Естественно, и отставание в расходной части в решении наших проблем. Поэтому правительство работает в обычном режиме. Единственное, я буду простить министра экономики, пока представим мне убежище. Но я надеюсь, что после нашей встречи сегодняшней все-таки разблокируют и аппарат кабинета министра. Еще раз, чтобы не было путаницы. Аппарат кабинета министра, это в основном движение бумаг, решений и так далее, и так далее. Правительство работает в полном объеме. Все ведомства, все учреждения работают в полном объеме. Ну, сейчас начали ремонтные работы. Даже здания все относятся, находятся на балансе правительства. И начальник аппарата правительства Давид Сенгули уже начал ремонтные работы. Ну, в смысле, не он сам ремонтирует. Понятно, позвал ремонтника. Уже начали ремонтные работы. Приводим в порядок. Выбыты окна, стекла. К сожалению, так. Примерно как раз он получает? Ну, мне сейчас это сложно сказать, потому что я видел только один этаж. Вы знаете, что вчера я не смог пройти к себе в кабинет. Поэтому мне сложно сказать пока. Так. Знаю только слов Давида. Ну, кабинет министров, он смог как-то что-то защитить. Но, тем не менее, есть какие-то поломки. Есть разрушения. Есть выбитые окна. Все это надо приводить в порядок. Люди должны в нормальных условиях работать. Жалко, конечно, что так произошло. Так не должно быть. Документация пострадала? Вы знаете, у нас вся документация оцифрована. Я не думаю, что мы понесем какой-то колоссальный ущерб. Но, тем не менее, вот эти самые свежие решения, допустим, прошлого года, начало этого года, они еще не были оцифрованы. Если они потерялись, конечно, это будет... Ну, восстановить можно, это время. Это просто время. У нас нет там каких-то секретных документов. Вы знаете, любое решение правительства, оно всегда вывешивается на сайте, всегда все видят. Поэтому там искать, в принципе, и нечего было. Но, к сожалению, в канцелярии все разбросано. Ну, восстановим. Время нужно для этого. Валерий Рамчукович, говорят, что украдена была сабля в эти слова. Нет, слава богу, все нашлось. Все атрибуты власти находятся в резиденции президента, печать, сабля и... Алабаща, да, все на месте. Все на месте сегодня. Я не знаю, каким путем, но удалось вернуть. Как вы знаете, инвест-программу будет курировать вице-премьер министра экономики Адугорь Амиранович Альзенбелл. Работа полностью идет. Есть объекты, которые перешли с прошлого года, с позапрошлого года ряда объектов. Есть многие новые объекты. В основном, будем говорить, в этом году мы, наверное, упор сделаем на дороги по всем районам. Я думаю, что до апреля месяца, до срока мы этого года, у нас так, до апреля месяца представляем документацию и начинается финансирование именно инвест-программинга 2020 года. Мы выберем те программы, которые, ну, МПК, вы как видели, состоялась очень поздно, в декабре месяце, да, поэтому мы сейчас будем выбирать наиболее такие легко осмечиваемые объекты, это дороги. Побольше, наверное, дорог в этом году сделаем, потому что та же детская больница, там нужен серьезный проект. Мы не можем, как попало, его строить. Там должен быть действительно серьезный проект, он должен быть построен по последнему слову медицины, именно по их заказу. Поэтому такие объекты мы, конечно, планируем в этом году делать проекты, а строительство начато уже с 2021-2022 года. О ситуации в стране рассказали 11 января в Государственной филармонии на встрече со сторонниками Рауля Хаджимба вице-президент Аслан Барцец и первый вице-премьер правительства Даур Аршба. Рауля Хаджимба Рауля Хаджимба Рауля Хаджимба Рауля Хаджимба Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok